Сейчас мы переходим к финансовым итогам недели и о них нам расскажет генеральный директор компании Альфа Фокс Кирилл Гусев. Кирилл, рубль сегодня снова проиграл позиции евро и доллару. Расскажи, пожалуйста, подробности. Вообще это было не всегда. Доллар по отношению к рублю в течение длительного времени стабильно падает. Сказывается и стабилизация цен на нефть, и налоговые выплаты в России, а также снижение уровня инфляции. Все это поддерживает нашу национальную валюту. К тому же набирает популярность операции Carry Trade, при которых берется сумма в иностранной валюте под более низкий процент в кредит и вкладывается в депозиты под более высокий процент в национальной валюте, например, в рублях. Все это, опять же, поддерживает нашу национальную валюту. Также не спешите вкладываться в доллар при изменении процентных ставок в США. Все это, конечно, даст откат в район 60-61 рубля за 1 доллар, но в целом мы ожидаем падения в район 54-55 рублей. На данный момент актуально вкладываться в акции американских компаний, особенно потому, что они стали доступны широкому кругу лиц за счет банковских брокеров. По акциям выплачиваются дивиденды ежеквартально, что привлекает внимание многих инвесторов со всего мира. Особую активность можно наблюдать перед выплатой дивидендов. Например, акции известной компании Hewlett Packard после выхода данных о выплате дивидендов начали резко расти. Выросли на 1,5 доллара за сутки, что составляет 10% от стоимости одной акции. К тому же при стоимости контракта в 170 долларов компания выплатила 11 долларов дивидендов, что также составляет 6% от стоимости одного контракта. Данная информация позволяет составить качественную подборку бумаг, представляющих инвестиционный интерес. Естественно, ограничиваться одной бумагой в расчетах нецелесообразно. Поэтому мы в своих инвестиционных продуктах используем бумаги из разных секторов экономики. На этом все. Спасибо, Кирилл. Я напомню, что у нас в студии был генеральный директор компании Альфа Фокс Кирилл Гусев. Альфа Фокс Кирилл.